Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. После смены частного оператора РОП на госкомпанию Жарселдаму продолжается утильсбор, хотя сама утилизация не производится. Как заявил в своем запросе межельсмен Бесенбаев, это как в фильме про Чапаева. Красный пришли – грабят, белый пришли – грабят. Депутат спрашивает, куда снова уходят миллиардные суммы от многострадального утильсбора. По его словам, на этом фоне Мининдустрия приняло решение прекратить финансирование льготных автокредитов под 4%. Депутат требует продолжить льготное автокредитование, либо отменить утильсбор. Напомним, отчетность оператора РОП не публиковал, чем вызывал справедливое недовольство казахстанцев. При этом тарифы компании на переработку были чрезвычайно высоки. Размер утильсбора с одной старой машины составлял от 1 до 9 тысяч долларов. Именно из-за ставки этого сбора автомобили в Казахстане, по словам экспертов, ежегодно дорожали. Многие автовладельцы протестовали против этого платежа. Тем временем высокие тарифы приносили оператору немалый доход. За 5 лет своего существования оператор РОП собрал 700 миллиардов тенге, или около полутора миллиардов долларов. При этом непосредственно на экологию была потрачена лишь седьмая часть этих денег. Депутат напомнил, что сейчас завод по утилизации техники второй год простаивает, так как в рамках уголовного дела оператора РОП на предприятие наложен арест. Однако АО «Жаслодому» продолжает взимать утильсбор с бизнеса и граждан, хотя сама утилизация не производится. Кроме того, по данным предпринимателей, нынешний оператор 4 месяца не распределял поступившие средства производителям, ссылаясь на расследование и остановку завода, который не мешает ему же собирать оплату за несуществующую утилизацию. И возникает вопрос, куда снова уходят миллиардные суммы от многосердального утильсбора. Как в фильме Чапаев, когда бедняк говорит, красные пришли, грабят, белые пришли, грабят. Оператор РОП – это частная компания, которую связывали с Альей Назарбаевой. Младшей дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была создана постановлением правительства Казахстана в 2015 году. Граждане, активисты, экономисты, фермеры просили снизить утильсбор. Точку в этом вопросе поставили после январских событий. Президент Токаев объявил, что утильсбор должен быть снижен, а контроль за этим перейти государству. И теперь партия Ахжол требует продолжить льготное автокредитование, либо отменить утильсбор. На этом фоне Мининдустрия приняла решение прекратить финансирование льготных автокредитов на под 4%. Как известно, система утильсбора вводилась с целью обеспечить производство и доступных казахстанских автомобилей. Но чиновники об этом, видимо, забыли. В этой связи депутатская фракция Ахжол требует продолжить автокредитование под 4%, дополнительно направив на эти цели неиспользованные средства от утильсбора. В противном случае рассмотреть вопрос об отмене утильсбора на период простоя завода по утилизации автомобилей. К слову, сама Алия Назарбаева в суде не участвует, хотя есть прямые доказательства того, что она получала доход с оператора РОП. Боржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Фермерские теплицы смогут претендовать на возмещение расходов на электричество и газ, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. При данном решении учитывалось мнение предпринимателей отрасли. Это эффективное расходование средств и поддержка фермеров. Подробнее о новых мерах представители Минсельхоза рассказали нашим корреспондентам. Это портал Госагра, о котором мы уже рассказывали. Благодаря ему фермеры могут подать заявку на субсидии и получить их. Никаких дополнительных справок, к тому же система прозрачна и позволяет фермерам вовремя получить необходимую поддержку. Система ЕГИС полностью автоматизирована и по ней уже выплатили 108,8 миллиарда тенге субсидий. Касательно помощи в целом, то накануне Минсельхоз объявил о том, что казахстанским фермерам будут возмещать расходы на электричество и газ. Как известно, при возведении тепличных комплексов большие расходы и теперь при их строительстве и расширении будут компенсироваться 25% затрат. Но мы сейчас, как вы знаете, пересматриваем все правила субсидирования в агропромышленном комплексе. Возможно, возмещение именно вот этого инвестиционных затрат, процентные затраты, оно, наверное, поднимется. Об этом мы объявим, конечно, позже. Но, по крайней мере, сейчас мы обсуждаем об увеличении норматива субсидирования при инвестиционном вложении. Немало средств уходит на электроэнергию, особенно в межсезонье, говорят в ведомстве. Сейчас рассматривается возможность субсидирования за свет и газ, и это все на стадии рассмотрения с учетом предложения от бизнеса, занятого в отрасли. Чтобы бюджетные деньги расходовались эффективно, обязательным требованием для получения субсидий станет наличие сертификата в соответствии технологиям производства. Как вы знаете, национальный стандарт был утвержден уже и вступил в силу с 1 мая текущего года. На данный момент министерством уже разработано соответствующее изменение правила субсидирования, которые предусматривают возмещение расходов на 1 гектар по нормам субсидии, утвержденным в постановлении лакематов. Таким образом, не только промышленные теплицы, но и фермерские маленькие комплексы, соответствующие стандартам производства, будут иметь право на субсидирование по данному направлению. Ну и касательно обращений фермеров, все они внимательно рассматриваются, говорят, в ведомстве. Дело в том, что все-таки, вот когда открытый и закрытый грунт, особенно открытый, когда только-только поспевают, приезжают, например, экспортируются других соседних государств. Чтобы вот это вот не проигрывать, они предлагают разного варианта регулирования рынка, введение пошлины или таможенных пошлин, да, или там определение номинальной цены, так сказать. Ну, другим образом, это все-таки, это рынок, это торговля, и поэтому, в частности, вот такое предложение идет, именно в первую очередь регулирование рынка. Особенно это касается экспортной продукции, когда наш урожай только поспевает. Просят фермеры и возмещение расходов, меры по которым мы уже озвучили. Гульнару Марова, Ахмедьяр Ильясов, ТДК-42. Тысячи гектаров земель переходили по желанию Балата Назарбаева в частные руки. Об этом стало известно в Можелисе. В результате сельчанам не хватает земель для выпаса скота. Парадокс. Земли в Казахстане много, но не хватает для сельского хозяйства. Большинство территорий сегодня принадлежит местным олигархам. Они их и сами не используют, и фермерам не дают. Страдают от этого сельчане, простые фермеры. Не хватает пастбища и кормов. Не секрет, что особо предприимчивые люди обзавелись землей по случаю, про запас и годами, а то и десятилетиями не используют пастбища и земли сельхозного значения. Подобные землевладельцы лишают местных жителей возможности заниматься животноводством. Депутаты привели конкретные факты, когда клан захватывал земли. В Алматинской области в 2015-м решением ставленного Акима Болата Назарбаева 9 тысяч гектаров перешли одной семье. Это земли одного поселка. Позже вернули 6 тысяч гектаров. Резонно возникает вопрос, почему в нашей стране при возможности использования более 200 миллионов гектаров пастбищ не хватает. Ответ простой. Существенная часть этих территорий сейчас передана в частные руки или в долгосрочную аренду. К сожалению, новые собственники далеко не всегда используют землю по прямому назначению или вовсе не используют. Сейчас пастбища либо гуляют, попав в руки латифундистов, либо работают на износ, когда на ограниченной территории, как правило, вокруг населенного пункта, выпасается огромное количество скота. Повышенная нагрузка приводит к деградации земель. Как нас заверили в МСХ, теперь неиспользуемые земли будут изыматься независимо от громких фамилий. Все равны перед законом. Хоть экс-президент, хоть и нынешний, никого не разделяем. Кому земли были выданы незаконно, будем возвращать. Если земли не используются и переданы родственникам, их будем изымать. Казахстан занимает пятое место в мире по площади Пастбищ, который составляет 70% территории республики. Однако этот земельный фонд используют неэффективно и он находится под угрозой. Только за последние три года прокуроры установили 18 миллионов гектаров пустующих и 3 миллиона гектаров незаконно выданных пастбищ. Из них государству возвращены только пять. Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации. Боржан Шайхмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Группа ЖУСАН обещает вернуть деньги и финансировать образование в Казахстане. Такое заявление на брифинге в столице сделал глава Минюста Яркараев. Данный фонд создан для обеспечения работы Назарбаев университета и Назарбаев интеллектуальных школ и не только. В Министерстве юстиции напомнили, что в 2021 году вследствие спланированных действий группа ЖУСАН, включающая банк и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслей, была выведена в иностранную юрисдикцию. Теперь ее снова вернули. По данным Центра по исследованию коррупции OCCRP, экс-президент Казахстана через четыре фонда контролирует активы стоимостью 8 миллиардов долларов. Назарбаев фонд появился в 2009-м. Его связывали с образовательными учреждениями НИШ и Назарбаев университетом. Фонд также приобрел Cessna Bank, а также платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макаронную фабрику, отмечается в расследовании. Кроме того, Назарбаев фонд тайно приобрел 24% акций крупного казахстанского мобильного оператора KSL, говорят журналисты. И это еще не все. Фонд Назарбаева купил лайнер Airbus стоимостью более 100 миллионов долларов. В расследовании говорится, что воздушным судном пользуется лично Назарбаев. Среди других активов фонда по информации расследователей еще один отель, гольф-клуб, театр балета и несколько СМИ. Теперь, по словам министра, группа Жусан и банк работают на Казахстан. В свое время группа Жусан была выведена полностью из казахстанской юрисдикции, из-под контроля и правительства, и государственных органов. В настоящее время удалось в результате соответствующих мер, соответствующей работы вернуть и банк, и всю группу обратно в казахстанскую юрисдикцию под контроль правительства и государственных структур. Одна из главных претензий к нынешним акционерам группы Жусан использование многомиллиардных госсубсидий для увеличения прибыли узкого круга акционеров. По некоторым данным, начиная с 2017 года, примерно 5 триллионов тенге было потрачено на поддержку банков. Полтора триллиона из них получил Цеснабанк, который позже стал Жусаном. Получается, что государство долгие годы финансировало организацию, главной целью которой является обогащение очень узкого круга лиц. По мнению общественности, главные выгодополучатели это Ельбасе, его родственники и их приближенные. Но глава Минюста заверил, что банк вернет деньги. Я хотел бы сообщить, что группа Жусан обязалась досрочно вернуть оказыванным государством денежную помощь. При этом также обязалась продолжить финансирование казахстанских образовательных учреждений. И мы считаем, что это большой результат. Ну, определенный результат. Боржан Шехмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Казахстане в пять раз выросло число употребляющих синтетические наркотики. Об этом стало известно на форуме общественной безопасности в Астане. Куда же смотрит полиция? Напомним, гражданские активисты требовали менее многочисленную, но профессиональную полицию, чтобы работа была прозрачной и искоренить коррупцию. Напомним, президент Токаев поручал реформировать полицию. Общество и прокуратура требуют, чтобы в Казахстане не было пыток. Как говорят криминалисты, благодаря правильно поставленным вопросам можно проводить расследование и докопаться до истины. Но на это уйдет время. Поэтому некоторые следователи применяют пытки. Причем пытки – это не только физическое воздействие. И это не только наличие телесных повреждений в результате пыток, а то и, не дай бог, смерти. Это и психологическое воздействие, и угрозы, и унижения. И, как сообщили на форуме, по поручению президента, теперь полиция будет работать по-другому. Проблемно-ориентированного подхода, то есть борьба не с последствиями, а с причинами. Выяснение причин и в чью компетенцию входит устранение этих недостатков, принятие соответствующих мер. Персональная ответственность заключается в виде национального доклада, когда по итогам определенного периода будут докладываться главе государства, общества, о состоянии общественной безопасности в нашей стране. И будут указаны те причины, по которым мы не достигли основных индикаторов. То есть будет разбор анализов, где по упущению того органа или высших должностных лиц мы не смогли достичь тех или иных индикаторов. Как говорят критики, существующая в настоящее время служба МВД громоздко и неэффективна. Республика находится на одном из первых мест в мире по количеству полицейских на душу населения. 344 стража порядка на 100 тысяч граждан, больше только в России. В МВД насчитывается 165 тысяч сотрудников. Тем не менее, качество работы полицейских часто не устраивает граждан. Больше всего нареканий граждан Казахстана вызывает коррупция в рядах полиции и неуклюжая служба 102. Не слишком ли велики траты на эти структуры, особенно с учетом качества их работы, спрашивают общественники. По мнению активистов, полиция работает на деньги налогоплательщиков и должна стать сервисной, а не карательной службой. Одна из целей этой нашей концепции, как раз, чтобы все общество вовлечь, потому что, ну понятно, мы только карательный орган, мы привлекаем, арестуем, задерживаем. Но должно работать все общество. И очень важна как раз вот работа других институтов, которые связаны с ранней профилактикой, с ранним выявлением. Разработанная еще при советском строе существующая методика оценки работы служителей правопорядка основана на статистике и очень проста в употреблении. Сопоставляя нераскрытые преступления с раскрытыми, можно не вдаваться в подробности. Учитывая, что оценивают по статистике, служители закона делают все, чтобы показать отличные результаты. Но сегодня действует новая система оценки деятельности полиции, основным критерием которой является уровень безопасности граждан и доверие населения. Сервисной полиции совершенно другой показатель. Это социологические опросы населения по поводу того, в какой степени они оценивают свою безопасность. У нас это будет или есть? У нас уже это есть. Есть один из критериев цели устойчивого развития, по которому развитые страны мерят общественную безопасность в своих странах. Но мы не все их исполняем. Совершенно верно. И он выглядит следующим образом. Людей спрашивают, насколько безопасно они чувствуют себя в своем районе во время ночной прогулки. Вроде как такой простой вопрос, но он на самом деле говорит, люди боятся ли не боятся преступников, боятся ли быть ограбленными, избитыми ночью. Это очень интересный, простой показатель. И сейчас, кроме того, показатель, который делает официально замеры агентства по статистике, это уровень доверия населения к полиции. А когда вас сейчас у нас на этот вопрос отвечают? Я, допустим, боюсь своих детей отпускать ночью. Я думаю, что мы точно не в лидерах по безопасности в мире. И у нас очень много работы, которые еще предстоит сделать. А пока в рейтинге стран по индексу преступности на начало 2023 года Казахстан занял 48 место из 142 стран. Бауржанша Эхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. В Мангастауск области нашли тело мужчины, утонувшего в Каспийском море. Погибшим оказался местный житель 1999 года рождения, который купался в водоканале Шора, расположенном в 22 километрах от города Актау. Стало известно, что парень утонул 17 июня. Он купался в несанкционированном для купания месте. Для проведения поисковых работ было мобилизовано 8 сотрудников и 2 единицы техники, а также 2 катера департамента ПОЧС. Спасатели предупреждают жителей и гостей региона не купаться в опасных районах и не оставлять детей без присмотра на берегу моря. Трое молодых людей купались в водоканале Шора. Из-за резкой смены погоды и из-за сильного течения один смог самостоятельно выплыть на берег, второго молодого человека успели спасти. Но третьего мы не смогли найти, он утонул. Его водолазы нашли 21 июня в 20 часов в 200 метрах от берега под водой на глубине 3 метра. Путевки в детские лагеря подорожали. В Актубе родители школьников жалуются, что в этом году цены на летний отдых заметно подскочили. Сейчас один сезон обойдется в 75-85 тысяч тенге. Чем это объясняют в администрации загородных лагерей и для какой категории детей предусмотрены бесплатные путевки, узнавала Лайла Уесова. Одно из популярных мест для досуга школьников – это детские лагеря. Песни под гитару, танцы, новые знакомства, концерты и круглосуточное внимание вожатых – это малая часть атмосферы, в которую могут погрузиться дети и подростки. Вот только летний отдых для детей в оздоровительных лагерях стал дороже. Раскошелиться на путевки могут далеко не все родители. Тем более, если в семье трое и больше школьников. Это дорого. Например, сейчас посмотрите, все площадки забиты детьми. Все хотят отдохнуть, просто нет возможности. Я считаю, что дорого. Это ненормально. Сейчас родители работают, и некуда детей пристроить. И не у всех есть такие деньги. Бесплатно отдохнуть в загородных лагерях смогут дети из социально уязвимых слоев населения, а также отличники учебы, призеры олимпиад и соревнований. Многодетных семей в этом списке нет. Досуг школьников организован за счет местного бюджета, спонсорских средств, а также за деньги фонда «Казахстан-Халкна». Если говорить за счет фонда «Казахстан-Халкна», это 80 тысяч тенгер на одного ребенка выделяется. В прошлом году средняя цена была 50 и 75 тысяч. А сегодня идет повышение. Это связывает, в первую очередь, с повышением продукта питания, с условиями заработной платы. Коммунальные услуги и так далее. Что касается стоимости путевки, то каждый лагерь устанавливает свою ставку. К примеру, в частном лагере «Шугла» за счет госзаказа отдыхают около 400 школьников. Из казны на бесплатный отдых потратили порядка 30 миллионов тенге. В стоимость путевки включены шестиразовое питание, охрана, круглосуточное медицинское сопровождение и насыщенная развлекательная программа. Один сезон у нас длится 10 дней. В этом году все подорожало, поэтому пришлось поднять цены. Как сообщили в Управлении образования, в этом году летний отдых организовали для 16 тысяч школьников. В загородных и пришкольных лагерях каникулы смогут провести также ученики инклюзивных классов. Из бюджета на эти цели выделили 394 миллиона тенге. Всего же летним отдыхом в этом году охватят 155 тысяч детей, что составляет 98% от общего количества учащихся в регионе. Для них организовываются бесплатные экскурсии по музеям и сакральным местам. Лайла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. Проводить забой скота на праздник Курбанайт следует только в специально отведенных местах. Кроме того, на каждое жертвенное животное необходимо наличие ветеринарной справки. Об этом напоминают санэпидемиологи. Специалисты Управления санитарно-эпидемиологического контроля Уральска обратились к гостям и жителям города с просьбой придерживаться элементарных санитарных норм. Напомним, в текущем году празднование Курбанайт пройдет с 28 по 30 июня. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке, хранению и убою скота. Обязательно иметь санитарную одежду, то есть это халаты, шапочки. Необходимо иметь личные медицинские книжки с допуском к работе. Всего планируются три точки. Это Кублей, Туа Кублей, Бац Адалет и Ели Рыса. В Уральске прошла ярмарка вакансии работы для молодежи при поддержке крупных предприятий и государственных учреждений Западно-Казахстанской области. Данное мероприятие было организовано молодежным крылом Западно-Казахстанского областного филиала Жастар-Рухы и Уральским городским информационно-аналитическим ресурсным центром по работе с молодежью. Подробности в сюжете. 3752 безработных насчитывается в Уральске. Такую информацию предоставили специалисты Центра занятости населения в ходе очередной ярмарки вакансий для молодежи. За шесть месяцев текущего года с проблемой трудоустройства столкнулись 7 тысяч горожан. Из них 2700 человек оставили заявки на выплату социальных пособий по случаю потери работы. 2818 человек охвачены мерами государственной поддержки. В городе на регулярной основе проводятся ярмарки вакансий. В этот раз мероприятие прошло для молодежи. Сегодня на ярмарке участвовали 50 представителей компании, которым в общей сложности требуется 300 сотрудников. Сегодняшняя ярмарка организована для выпускников высших учебных заведений. По словам организаторов, проведение ярмарки вакансий необходимы не только для безработных, но и для работодателей. В регионе растет спрос на сотрудников педагогических специальностей. Поэтому колледжи и высшие учебные заведения являются постоянными участниками ярмарки. Сегодня мы участвуем в ярмарке свободных вакансий. Мы представляем колледж, мы ведем профориентационную работу выпускникам школ, также колледжи. То есть, как можно поступить в колледж, как можно выбрать специальность, какие документы нужны и как сейчас проходит вообще прием документов. Добавим, что следующая ярмарка вакансий для молодежи состоится в августе текущего года. Альбина Коленова, Олег Писаренко и Мураджа Гопар, ТДК 42. Это были все новости к этому часу. Обзор главных событий за уходящую неделю смотрите в воскресенье в программе «Итоги недели» вместе с Гульнару Марвой. Еще больше полезной и интересной информации вы сможете найти на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова